привет всем это фаренгейт мы продолжаем мы по-моему должны сейчас выбрать да мы выбираем лукаса или карлу кого выбрать а летели дракончики ели пончики сколько пончиков съели дракончики карла пойдемте ждите полицейская академия двадцать восемь двенадцать минус 12 градусов стрельбище инструктор митчел вон он на предпоследней дорожке спасибо так это тот чувак который расследовал предыдущая убийство кирстена да как вот он звать то на предпоследний это вот это сержант митчелл дарова я следователь карла валенти вы не взражаете если я задам вам пару вопросов касательно одного из моих дел девушка я над расследованием уже давно не работаю сомневаюсь что смогу чем-то помочь это касается старого дела но мне нужно узнать о нем побольше это потому что вы не нашли файл да да правильно файл засекречен вы не хотите попрактиковаться со мной в стрельбе да конечно в смысле да конечно то есть ты такая да конечно практиковаться буду я молодец ты конечно карла да вот ты что умеешь стрелять а я вот нет ну ладно давайте попробуем пистолет прям перед вами вперед да да ну давайте что надо нажимать опять наверное 15 тысяч кнопок да вот это вбок влево вправо вверх-вниз а нет смотрите стрелять левая кнопка мыши перезарядка правая убивайте террористов чтобы выиграть время старайтесь не стрелять по заложникам сейчас мы всех заложников перестреляем перезарядка правая так это террорист террорист заложник не дай бог террорист а кстати не так уж и плохо террорист 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 посмотри мы сейчас всех перестреляем а сколько надо то так это заложник он еще едет серьезно вы давайте мне не езжайте тихо стоять тихо а вдруг это надо как люди в черном стрелять по заложнику со перезарядка были надо стрелять его первого по заложнику потому что они подозрительные террористы ни разу так а сколько надо то попасть ты объясни мне мужик сколько надо промазали целый раз по моему попали в заложник так у нас время то увеличивается увеличится каждым попаданием сколько надо он перестанет он над нами по моему издевается время 70 секунд уже он хочет от нас какой нам черт так стрелять сирина бесконечно ах ты ж так все можно мне надоело слышь а чё мы промазали да я уже запуталась если честно тут во всем исчез да мы промазали много раз кстати смотрите промазали я думал мы попали сто пятнадцать тысяч раз мне кажется надо прекращать надо в них не попадать короче что время вышло это что-то кошмар просто сейчас заложника еще застрелим мы заложник ни одного не на здесь не застрелили на еще ну и прям летит на нас ну и все на последний вы очень хороший стрелок да сказать вы гораздо лучше почти все кого я тут почти лучше всех это что вы хотите знать о деле кирстена ну например что именно тогда произошло парень по фамилии кирстен мирно закупался в местном супермаркете когда он был в отделе кухонных принадлежностей кто-то схватил нож и зарезал его связь убийца давай добиться нашли он никуда не уходил когда его нашли он сидел на полу возле тела жертвы будто ждал нас у него было такое отрешенное выражение лица убийца не пытался объяснить свой поступок случилось когда я прибыл на место преступления он ничего не помню он разговаривал но его речь была бессвязной он не уставал повторять что это сделал него это все что я из него вытянул прям как лукаса в деле было еще что-то интересное да еще кое-что убийца вырезал ножом у себя на запястьях какие-то символы прям вот выглядели не очень странно то ли змея то ли ящерица может он просто психанул взял и слетел с катушек до некоторые люди как бомбы с часовым механизмом я так и думал пока не прочитал отчет патолога анатома каждый удар ножа точно перерезал артерию ведущую к сердцу один-в-один как у нас удары были такие точные я хочу сказать у парня был один шанс на миллион даже если бы он был опытным хирургом опять стреляет подожди женщины я я много застрелил там столько блин ты чё прикалываешься зачем тебе это он же сказал уже мы тут лучше всех ну почти всех он наверно себя имел ввиду да ну серьезно что ли да иди ты лесом в карамы ну ё-моё бесполезная короче какая-то хрень на просто стрель ну ладно хорошо это как бы не самое сложное в этой игре я даже сказала что это самый простой постреляем давайте все перезаряжай так не попади в заложник главное чё затормозило сейчас это почему так главное заложника не попадать это самое этих можно пропускать но в заложника главное не застрелить невиновного это прям страшнее всего можно упустить террористов но ни в коем случае потом волокита вот это если все не на стрельбище а в реальной жизни придет потом это бумажки все эти проверки отдел внутренних расследований придет тебя психотерапевту направят короче полная же мы это все упусти плюс 3 точность 100 давайте остановимся пока точность 100 нет ага уже все уже точность не 100 а короче если не не как это сказать если пропустить то все мы же так можем просто до бесконечности если мы будем попадать и попадать и попадать и попадать то это все у нас время будет увеличиваться и увеличится можно так вообще до скончания времен проходить это все нах ты ж блин доз отличная точность давай как бы уже блин будем ай блин так а нет все таки время вот они появляются реже может быть есть шанс вообще мелькнул я не успела даже понять что он появился он уже исчез ну ах ты собака безродная ну а все ну хорош уже мы тут самые крутые уже все выяснили да точно только уменьшили на отлично стреляете да у вас это от природы эй скопчик написано а после расследования давай расследование чего вы же не бросили на этом свое расследование не это дело меня заинтриговал естественно какой же у него был мотив совершить такой позор я пережил горы материалы и практически случайно узнал что это не первый подобный случай были другие идентичные убийства то есть когда убийца действовал также бессмысленно а потом впадал в ступор точно тремя неделями раньше на другом краю города была еще одна жертва прямо посреди улицы без всякого мотива затем я нашел третье дело которое было еще раньше затем еще и еще и все время одинаковый почерк аресты связи убийца связи вы хотите сказать что эти убийства связаны понятия не имею я только знаю что убийцы действовали очень они очень точно перед ведущий к сердцу артерии а потом вырезали на своих руках символ что произошло после убийца а человек убивший кирстена что с ним случилось его зовут я нас он сошел с ума его упекли в бельбью после что было дальше затем меня без всяких объяснений сняли с тела кирстена мне кинули подачку предложив работу инструктора в академии окончилось тем что я ее принял но я не забыл про эти убийства я всегда подозревал что за этим что-то кроется и наверное меня сняли именно поэтому чтобы я не смог ничего пронюхать бросать это дело детектив это не просто убийство кроется что-то очень странно похоже нужно открывать новое дело опять да не ну хорош женщина будем еще раз ну ладно я готова давай что-то она сама уже заряжает они это нам просто последний последний выстрел прямо в камеру ждите ждите подожди дом агаты так нам показывают 28 я не успела прочитать я тут как бы опа здорово странно у меня такое чувство что я его уже где-то видел там за номер 36 написано наверху ой ну прям вообще прям как вот на улице так стоп там дома закончились уже где-то здесь да и ешки кошки да вот это а птица здорово потом номер там не не видно а можно развернуть а это 45 фу это вообще не то значит напротив 36 вот здесь нормально день день добрый вечер или кто-нибудь а открыто а заходим такое все обшарпанное такие мрачные цвета прям вот темные такие души счет есть кто над тобой нависшие бонус а бонус так это кухня а это прям квартира квартира на полках старая посуда старая дровяная плита кофейник еще горячий так значит здесь кто то есть значит тут кто то есть вот нож лежит что-то резали под колбасу или что ой вот эти вот тумбочки с как их звать то что ты будешь делать ничего особенного занавесками вот слова не могла не вспомнить занавесками так тут ничего нету давайте выйдем следующая дверь ну и мрачно конечно же здесь обстановка в такой жить конечно стремненько все темно так это что за эти эти вороны сидят в клетках как видишь мрачные птицы а тут весь дом мрачный старый плетеный сундук один сундук во всей комнате больше ничего нету что то же самое ничего птицы клетка несколько клеток посмотрите какая какой вид просто великолепно это прям можно заставку ну не верти ты можешь прямо стоить так красиво в лунном свете ты отражался у меня пойдемте отсюда есть кто дома и там на стенах наверху смотрите висят какие-то морды и хозяева здрасте прям проникающий у нас так учишь ты никого нету но здесь точно думаю что чучело ворона там живые здесь чучело хотя может быть это тоже был когда-то живой у ритуал не смешники колдовская книга жуткая атмосфера ведьм ведьмы демоны сектанты а это какие-нибудь африканские это африканские то точно нет уже есть а прям вон он прям вон на меня смотрит вон он висит так пойдем дальше а вот вы вы агата зачем тебе говорить с агатой помощь маркус у меня послал сюда отец маркус кейн у меня есть проблемы я хотел ее обсудить проблема а у кого в нашем мире нет проблем у нас сложнее проблема так такая страшная что прям кошмар делаешь а да она же это не видит видеть можно и без глаз будь добр юноша отвези меня к моим птицам там нам будет удобнее разговаривать может быть тебе но явно не нам подожди у тебя тут нет никаких бонусов тут вообще вовсе опа 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 жизнь жизнь куда у нас жизни делись мне кажется у меня было много жизни нет по какой причине их теперь не стало кто забрал моей жизни когда это произошло я чуть не помню так это чё там чё подожди женщина сейчас мы бонусы поищем ну здесь и ванна в таких мрачных ванна прям посреди самой комнаты стоит смотрите прям она железная как будто а вот и бонус собственно какой старинный унитаз вообще все очень старинное около летом эту этому дому этой квартире конкретно эй чего а это получается такие квартиры которые вот заходишь в дом и у тебя прям целая квартира одна на весь этаж получается да шкаф заперт зачем ты его трогаешь вообще я думал ты просто там дверь какая-то ты шкаф заперт у нее и кровать с каким-то смотрите да а нет без балдахина но с вот этими вот штучками да тут все завешено шторами очень странная атмосфера пойдемте к птицам давай а это выглядит просто ой господи упор это чудо капец ой ладно над старой женщины в инвалидной коляске еще и слепой лукас какой ты вообще беспредельщик птица уникальное создание она может провести всю жизнь сидя в клетке и все равно она будет петь что он не поет что страдает привело юноша он будет спать и на что похоже твоя клетка она от мы одержимы убийца мы одержимы я убил человека я как будто был одержим я видел как все происходило но не мог себя контролировать для меня в этой истории нет ничего удивить каждый день такие происходят тебе не приходило в голову что ты мог просто сойти с ума возможно но потерян видение у меня было видение в котором другой человек двигался так же как я и еще я видел девочку которая звала меня на помощь в буфете лежит мешочек с семенами сделай милость покорми моих пташек хорошо а как ты сама кормишь и дотягиваешься она же на кресле она дотягивается до и потом тень 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 видели наверху тень ооо смотрите в правом верхнем углу вот она так давай в смысле это было сейчас запуталась не туда нажав вот все нормально так закрываем птички на вот он нормально кормить да а вот маленькая наша мисс неудача кормила птиц просто кидая кидая им в рожу корм естественно они были недовольны я бы тоже на их месте была что-то это не кормится эй у тебя эта птица не кормится на у тебя тут не все птицы кормятся кстати курсы а у тебя не во всех клетках есть птицы ну вот это то есть чё она не кормится ну и ладно а вот этому покормили я запуталась может мы покормили их уже так на еще ой вот здесь вообще вид что красиво прям тускло мрачно кошмарно все мы покормили а да вот можно можно разговаривать да ёшки да подожди ты причина ощущения у тебя не было с тех пор каких-то странных ощущений да каждый день тебя не посещали странные сны или видение что только что сказал видение были да у меня видение как будто сама реальность искривляется становится ужасной ты можешь сказать с чем связаны твои видения может это знак символ или слова когда я пришел в себя то увидел что у меня на запястьях вырезан ножом этот символ у тебя там бинты с ними змея две открытых пасти о боже началось паника на себе что это значит я смогу сказать наверняка только в одном случае отвези меня в гостиную покатили ее снова только случай начинается какая-то ересь какая-то прям просто так это выход до гостиная в ту сторону да 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 у нас по левую по правую сторону были кухня по левую как раз птицы все нормально вот точно гостиная чая ритуалы будем проводить да ну вот мы по вещи лежат в одном из ящиков возьми их и поставь подсвечники на кухне должны быть спички найди их и зажги свечи много надо сделать то посмотри где у тебя тут свечи лежат в каком месте где свечи то вот так ничего нету вот здесь так вот свечи взял отлично пошли так и одну что поставил еще нужно по одной ставить серьезно не помню реально пропадной свече будем расставлять просто как вбивает как это как гвоздь так где ты сказала спички зажигалки где на кухне на кухне пойдем ну что там что там произошло почему он так это завертелся пошли на кухню чуть-чуть забыл сразу надо было сразу взять почему она сразу не сказала перед тем как мы это мы же проходили мимо кухни мы же могли сразу взять эти спички она сразу этого не сказала женщина где тут спички тут на столе что лежат ну да точно и нож так нож нам не нужен пошли хотя может я скажу что типа капни каплю крови принеси мне свою жертву ведь органы дай или еще что-нибудь пошли быстрее прям камера уезжает как в кино красиво красиво мы снимали да подожди ты не к ней разговаривать зажигать свечи тоже по одной будем зажигать ну походу дело да по одной свече будем зажигать ну ладно пожалуйста мне не жалко давай позажигаем хорошее действие я лучше чем вот эти вот паники которые происходят у нас прям тотем вот эти смотрятся и вот это вот морда сверху сейчас слева была кошмар отлично все почти готово выключи свет задерни шторы и садись рядом со мной шутишь тут и так темно как гробниц в какой-то ты хочешь сказать здесь есть какой-то свет серьезно здесь горел свет все это время я думала здесь не горит свет мы только лунным светом питаемся здесь реально все это время горел свет прикиньте а потом если ты погасишь свечи и прежде чем мы включим свет мы как выберемся мы тут запутаемся а ну ты сама наверно она же не видит ничего ей без разницы темно или светло она сама наверно подъедет к этому выключать или включить нам так мы все да мне кажется мы все сделали чё делать мы все выключили женщина мыси а садись ну-ка чё расскажешь так на чё-то будет делать и единственный способ понять что с тобой случилось попытаться проникнуть в твою бессознательную память давай тот кто заставил тебя совершить это убийство стер себя из твоей памяти но в подсознании должен был остаться след гипноз сейчас она за я могу помочь тебе его найти это утомительная церемония она всегда сопряжена с риском ты хочешь попробовать или нет каю нас вариант конечно хотим хорошо ну даже не дали вы свои руки держи изрезанные сбитые сейчас я хочу чтобы ты очистил свой разум открыл свое сознание и дал мне туда проникнуть лукас ты еще здесь да я хочу чтобы ты вернулся в закусочную перед тем как все началось отбрось все лишние мысли и двигайся свободно по своим воспоминаниям так давай перемещаемся приготовьтесь где ты лукас я стою закусочной я хочу чтобы ты вошел в закусочную так вроде по одной кнопке нажимаем нет пошла следующая я зашел закусочную что ты видишь я вижу посетителей и официантку ты видишь столик за которым сидел я смотрю здесь полицейский он сидит за стойкой сосредоточься лукас иди к своему столику я стою у своего столика но за ним никого нет ты еще не пришел и не сел за него нет пришел моя еда уже стоит на столе по моему по моему тогда я его убил сохраняяя спокойствие это было раньше перемещаться скажи где именно ты находишься я я в уборной там есть другой человек что он делает он мочится он ничего не подозревает а ты лукас где сейчас ты я не знаю я не вижу себя вот я я был в кабинке боже я сжимаю в руке нож он меня не видит успокойся лукас дыши сохраняя концентрацию представь ручей озеро я не контролирую себя я подхожу к мужчине сзади меня нет меня не видят я не хочу двигаться также я не не хочу но я не могу остановиться я хочу чтобы ты снова вошел в закусочную да да но теперь это будет до того как ты пошел в туалет ты слишком далеко от наталья лукас до того я там целую кнопку где ты теперь я снова в зале закусочной ты сидишь за своим столиком да я себя вижу лукас что ты делаешь я ем я ем и читаю книгу книгу да шекспир буря что еще ты видишь я говорил уже что подневолил меня тиран колдун он у меня обманым и волжбою отнял остров что ты говоришь это отрывок из бури шекспира ты читаешь эту книгу да да кто-то припёрся кто-то идёт ко мне мужчина вот чё кофе было кто это посетитель не знаю наверное я не вижу его лица что он тебе говорит я я я не знаю я не помню сосредоточься лукас ты должен вспомнить это одна из моих любимых книг жаль что сейчас так редко читают шекспира вы не против если я к вам ненадолго подсяду против а я это не очень вам хотел мужчина сел за мой столик и теперь к нам идёт официантка сэр кофе пожалуйста так кофе заказал вот этот официантка она его как будто не видит будто он невидим но при том не слышно про буйю так много всего написано особенно про волшебство а что происходит теперь лукас чаемся я я не знаю этот человек излучает очень странную энергию это сложно описать продолжая лукас что было дальше вы верите в силу магии нет нет слушайте вы ошибаетесь знаете в нашем мире много такого что нельзя увидеть простым глазом ваш кофе сэр спасибо кейт это ещё кто был что голос был аааа официантка принесла ему кофе но говорила она со мной как будто его заказал я она не знает что он здесь она его не видит а что происходит теперь послушайте извините конечно но я хотел бы поесть один ну далее оп оп пошли запнимания аааа креститлан я парализован я не чувствую своего тела не могу пошевелиться мужчина лукас где мужчина он стал он вышел теперь он у меня в голове он управляет мною иди за мужчиной лукас быстро я приказываю тебе идти прямо за ним а не ходи лучше выходи отсюда он выходит через черный ход иди за ним ваши разумы теперь связанные ты видишь то же что и он д ну пошли так смогу о да ну и что скажешь агата вы же знаете что это был за человек что-то 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 Я не знаю. Я не уверена, кто это. Ну, предположительно. Да, вы знаете, кто он. Вы все поняли еще тогда, когда нащупали шрамы у меня на руках. Агата, что означают эти символы? Скажите, что он со мной сделал. Локас, тебе нужно идти. Я больше не могу для тебя ничего сделать. В смысле? Вы можете хотя бы объяснить, что со мной творится? Он заставил меня убить. Я хочу знать. Мне нужно это знать. Мне нужно кое-что проверить. Сегодня мне больше нечего тебе сказать. Приходи завтра вечером в это же время. Я смогу объяснить больше. Да почему нельзя было просто вот объяснить? Ой, женщина. Квартира Лукаса дома у Карлы. Что в смысле? Мы только что играли за Карла. Ну, мы только что играли за Лукаса. 28.01. 9.27. Ну, давайте за Карла поиграем. Ох, эти кнопки нажимать. Это вообще прям так напряжно. Еще же это пропустишь, все провалится. Ничего не узнаешь. Дома у Карлы. 28.01. 9.27. Минус 12. Ой. Блин, это что за беспредел? Так. Звонит телефон. Сейчас нам эту музыку еще... Давайте мне музыку тут все подставить. Быстрее одевайся. Телефон звонит. Женщина. Так долго одевается. Вообще кошмар. Так, вот он стоит. Как кто-то с этого? Ну-ка, пошли. Да подождите вы все. Кто там названивает, блин? Когда мы душ принимаем. Где он? Вот прям слышу звук. Слышу звук. Где? Кто-нибудь видит его, нет? Я не вижу, где он? Я глухая? Нет, я вот. Но он где-то здесь должен быть. Другой, может, в комнате? А вот он. Тьфу, блин. Как будто прям в этой был. Да, кто там? Аллоу. Да-да. Долго же ты. Дымалась она. Я была в душе. Ну, какие успехи? Ничего, тупик. Установить, где распечатали закладку для книжки из забегаловки, невозможно. На ней полно разных цифровых кодов. По мне, так это просто куча циферок. Я подумал, может, у тебя будут какие-нибудь идеи? Может, отправишь её мне по факсу? Я всё равно пока не устала. Как раз перед сном и почитаю. Хорошо, сейчас вышлю. Если тебя вдруг осенит, позвони мне. Я тут ещё немного побуду. Сегодня ночка будет долгой. Хорошо, я перезвоню Тейлер. Ну, помыться не дал. Кошмар. Так, переключиться надо, да-да? Надо, по-моему, этот факс ей отправить. Это что ещё такое? Обычно я не люблю оставлять Сэм дома одну, тем более сейчас. Но эта закладка меня заинтриговала. У меня такое чувство, будто я держу в руках ключ, который приведёт нас к убийце. Конечно. Я знал, что подбираюсь к нему, поэтому решил не идти домой, пока не выяснёшь, что означает этот клочок бумаги. А это из его банка, по-любому. Бумажка. Так, где он? Подправь факс. Где у тебя факс-то? Вот там? На, пришли его, Карли. Тыдык. Ты отправил, нет? Я не поняла, он его отправил или что? Ну, раз больше не подходит, значит отправил. Как-то прям это быстро так всё произошло. Я даже не это. Какой происходит? Положи его теперь. Так, всё, переключаемся на Карлу. Да. Так, это... Есть возможность отключить эту музыку? Как-то прям... Она вообще прям тут ни к силу, ни к огороду. Где проигрыватель? Срочно, срочно надо найти проигрыватель и выключить это всё. Вот. Потрясающе. Отлично. Отлично. Так. Наверное, надо... Хотя, зачем одеваться? Мы же по дому ходим. Можем и так. Бонусы. Никаких бонусов нет в квартире. Обычно в квартирах бонусы. Что здесь? Так, это спальня. Вот вроде Карла, детектив, да? У неё тут всякие мешутки, какие-то зайчишки, крольчишки. Это что? Это что? Ну? Такой холодной зимы не было уже давно. Всего лишь минус 12. Ненавижу зиму. Всё вокруг затихло, застыло. Будь-то все умерли. Надеюсь, это скоро закончится. Ну да, весной. К примеру. Розовое постельное бельё. Карлака. У неё и розовая ванная, кстати. Кошмар, ты не выглядишь как такая прям девчушка. Ну, в смысле, нет, она выглядит как девчушка. В смысле, что прям вот она розовый цвет, это всё прям какой-то, не знаю, не сочетается у меня с ней. Есть бонусы у тебя в квартире? Вот, ну, конечно же, бонусы. Мы, кстати, так и не посмотрели до сих пор, что у неё весы есть. Что эти бонусы дают? Так. Так, ванная с душем. Вот это вот удобно, когда ванная с душем. А вот и стиралка, собственно. Да. Отлично. Бонусы нашли. Что дальше? Так, а факс-то пришёл? Нет? Что? А, оденем сейчас. Да ладно тебе, зачем мы одеваться будем по дому? Надо ходить в трусах. Ну, ладно, хорошо, оденься. Вот с тобой. Знаешь, когда они... Я не могу, ну, почему они так делают? Серьёзно. Когда она моется в душе колы, совершенно, да, любой из наших персонажей нам нормально, спокойно показывает. Но! Когда она одевается, Он, она, у нас, Лукас, по-моему, тоже одевался, нас отвернули. У нас Тайлер одевался, нас отвернули. Как бы, что за странность? У него, кстати, балкон. Смотрите, у него двери вообще прям эти, которые раздвижные. Где не холодно, у тебя нормально всё? О, пицца. Ну-ка, поешь. Поешь, сейчас у тебя прибавится настроение. Отлично. А у тебя и так оно полное. На всю... Вон, факс пришёл, наверное, да? Свечи. Чё у тебя тут есть? Есть молочко какое-нибудь попить? Что это? Ничего нету. Хорошо. Ещё. Что? Это кто? Это почему? Кто там так поздно? Я никого не жду. Мужик, наверное. Ну, в смысле, ты есть мужик? Я в смысле... Её мужик? А у тебя есть мужик, Карл? У тебя есть мужик? А, подожди, там было письмо от какого-то... Забыла. Как звали? Забыла. Подожди. Да что ты будешь делать? А это факс наш, да? Да подожди ты. Ну и ты чё? Всё зависает! Я что могу сделать? Здорово. Мне стало скучно. Я подумал, что ты, как моя хорошая соседка, согласишься разделить со мной скуку и эту бутылку отменного шрабли. Как твоя дружественная соседка, Томми, я и не подумаю отказаться от твоего скучного предложения и от твоего вина. Скучного предложения. Думаю, даже у такой закоренелой холостячки, как ты, где-нибудь в доме найдутся винные бокалы. По-моему, где-то они у меня были. Садись, Томми. А я пока их найду. Закоренелая холостячка. В смысле найдёшь? Ты факс получила или нет, женщина? А всё. А вон там бумажка какая-то пришла, может, это оно? Ну ладно, к чёрту. Где у тебя? В ящике в каком-нибудь, да? Вот, смотри, два ящика есть. Той. Всякие нутеллы стоят, там кормы, какие-то подкормки. Во, бокалы. И куча, куча этих баночек от китайской еды. Зачем ты их хранишь? Может, это какие-то приправы? Чё-нибудь, не знаю, может быть, это... А, это, наверное, типа как вот доширак, ролл там все такое. На, держи. Белое винишко. А мы будем вот так без закуси пить? Ну давай, ладно, хорошо. Так, наливай. Тост. Хорошо, за что? За любовь, конечно. А мы естественно. Я за это выпью. Да-да, давай. Настроение улучшилось, естественно, всё хорошо. Томми, Томми. Ты встречаешься? На самом деле, я кое-кого встретил две недели назад. Он клёвый и очень милый. И тоже в банке работает. Думаю, на этот раз всё может быть очень серьёзно. В банке. У нас все в банке тут работают. В Нью-Йорке другой работы будто нет. Полицейские... А ты как? С бизнесом у вас всё хорошо? Каким бизнесом? В газетах всё время о росте преступности пишут. По крайней мере, ты можешь считать себя полезной. Ой-ой-ой. Не совсем. Вот и спортсменти. Знаешь, когда ты оглядываешься вокруг и видишь на улице десятилетних детей под кайфом или с пушками, тогда я чувствую, что толка от тебя немного. На улицах всё больше детей, и мы не можем с этим ничего поделать. Разве что в тюрьму посадить. Иногда я об этом думаю и впадаю в депрессию. Ну, началось. Давай вот сейчас мы это... Ты всё ещё одна? И что же ты ждёшь, красавица? Найди себе хорошего парня. Так ты жги. Если в Нью-Йорке чего и полно, так это симпатичных мужчин. Так выжат. Ну да, естественно. Не знаю, но, наверное, мне просто этого не хочется. Последние мои любовные опыты потерпели полный крат. Ты чё на настроение пришёл и испортил? Я пока ни к чему и никому не готова. Я его поднимаю, поднимаю. Он пришёл и испортил. Хватит болтать. Смотри, что у меня есть. Чё это? Таро? Карты Таро? Я прочитаю твоё будущее. Спасибо. То есть ты знаешь, как ими пользоваться? Моя бабка была экстрасенсом. Когда я была ребёнком, она научила меня читать карты. Она передала мне свой дар видеть. Знаешь, всё сбывается. Что карты говорят, то и происходит. Ну что ж, давай посмотрим, встретишь ли ты свою любовь или умрёшь старой морщинистой девой. Спасибо. Хорошо, мистер Цыган. Скажи, что мне нужно делать? Слышь. Всё просто. Сначала возьми карты и перемешай их. Мне кажется, нам ещё хуже настроение ухудшит. Ну давай. Что ещё? Сколько мешать-то надо? А. Так. Сейчас скажет, ты навсегда останешься старой девой. Всё плохо, преступника не поймаешь. Короче, тебя понизят. И уйдёт в закат. Там сзади такой плакат. Бери две карты. Давай. Две? Он сказал две. Ну давай две возьмём. Так. Перемещайте. Да ты посмотри. Руку клавишами управления персонажем. Выберите карту второго клавиши ввод. Да чё? Почему нельзя было? А чё такое съехавшее всё? У картинка съехавшая. У вся картинка съехавшая или только у меня? Давай вот эту. Почему картинка съехавшая? Давай вторую. Ням-ням-ням-ням. Вот эту. Чё там? Тебя ждут тёмные времена. Побег и ужасная опасность. Возьми ещё две карты. Не, может не надо. Может не надо. Давай остановимся на это. Давай. Давай какую-нибудь вот эту. Так, тут какой-то разруха. Смотрите, прям пожар. Отвалится кусок крыши. Это чё? Ты не одинока. Ты кого-то преследуешь, и я не понимаю его. Он хранит страшный секрет. Возьми ещё две карты пожар. Может не стоит? У меня... Я ей с таким трудом поднимаю настроение. Ты чё прикалываешься? Давай вот эту вот возьмём. Мне кажется, это не влияет. Это заскриптовано. Тут кого-то повесят. Вот эту. Проклятие. Великие мучения и страх. Я вижу ужасную смерть и депрессию. Ты давай не нагнетай. Ну да. Пришёл подбодрить, называется. Серьёзно, Карло, извини. Иди отсюда с своими картами. Всё, это оказалось вовсе не так весело, как я думал. Действительно. Ничего, Томми. Давай посмотрим, что за ужасы готовит мне судьба. Ещё? Давай, прям сейчас. Прекрасно. Мы сейчас всю колоду перевернём. У нас сейчас депрессия начнётся у Карла, мне кажется. Там уже в ноль ушло. Так, и ещё одну. Но я не знаю какую. Давай вот эту. Это что такое? Ритуалы какие-то секты. Один ребёнок, две судьбы. Одна ведёт к жизни, другая к смерти. Карла, наверное, нам пора остановиться. Смотри, что произошло. Прости, не знаю, что случилось. Я такое в картах первый раз вижу. Обычно они ничего такого не показывают. Пришёл тут, значит, на годах. Не извиняйся, Томми, это же просто игра. Игра, конечно. Депрессия. Да, оно и видно по твоему этому состоянию. Ну, мне пора домой. Уже поздно. Иди давай по добру, по здорову. С каких это пор ты интересуешься инвестициями? С чего это ты взял? Чё? У тебя тут факс с биржевыми сводками. Это о биржевой сводке? Ты уверен? А-а-а. Конечно, это же моя работа, Карла. Я их каждый день читаю. Листок из банка. Можно узнать, из какого он банка? По факсу нельзя. Но оригинал был напечатан на бумаге с водяными знаками. И там есть идентификационный номер банка. Томми, ты даже не представляешь, как ты мне помог. Ща выследят лупасы наши. Спокойной ночи. Ну. Доброй ночи, Карла. А настроение-то хоть поднимется? А то ты нам его опустил ниже плинтуса. Давай хоть это, он хоть напоследок подсказал, чё. А то пришёл только-то настроение ухудшим. Чё? Нужно позвонить Тайлеру. Подожди ты. А чё он карты не забрал? Нафиг нам эти карты? Неужели у меня всё будет так плохо? Он упомянул о ребёнке? Я, конечно, во всё это не верю. Но всё равно страшновато об этом думать. Да ну вообще просто. Это что? Подожди, куда ты села? Нам надо Тайлеру звонить. Ну ладно, дай полазим. Чё бы нет-то. Ноутбук такой. Что? А, май мейл. Давайте. Валюм. From Valium. Valium, Valium. Хорошо. Valium, так Valium. Ой. Куда? В смысле? А, вот сюда надо нажать. Привет, Томми. Извини, что так долго не появлялся. Был... А, ну это вот то, что мы видели уже. Это вот как раз таки он зашёл уже. Лучше бы не заходил. Хотя нет, он нам подсказал. Что? Это довольно забавно такое сейчас читать. Подождите, серьёзно? Omicron. Первая часть трилогии бьёт все рекорды. В прошедший уикенд первая часть трилогии Omicron побила все рекорды. Крупномасштабная научно-фантастическая сага понравилась как казуальной публике, так и критикам. Причём настолько, что уже сейчас является одним из главных... Я... Как тут... Где продолжение-то? Является одним из главных... Почему... Где продолжается-то? Я не понимаю. Подождите, почему... Вы видите, что тут пропадает кусок текста явно? Или я слепая? Что уже сейчас является одним из главных... Ну да... Глубоко впечатлён видеорядом и новаторским подходом к съёмкам. Некоторые критики считают, что своим успехом фильм не обязан выбранной теме. Сюжет повествует о цивилизации, вся общественная жизнь которой контролируется средствами массовой информации. Сейчас довольно забавно, чем считать такое. Я сначала в первое мгновение подумала, что здесь, короче, новости, возможно, транслируются реальные новости. Думаю, странно. Может быть, онлайн какая-то? Подсоединение какое-то онлайн? Ну нет, это, короче... Создатели... Как его? Кейдж. Кейдж что-то явно знал, создавая это всё. Погода. Новые жертвы холода. Вчера в штате Мичиган выпало около 16 дюймов снега. Снежные завалы перекрыли множество дорог. А частые аварии стали причиной 11 смертей. Этим утром в горах Нового Гемпшира были найдены трупы двух замёрзших туристов. Из-за начавшейся прошлой ночью в штате Огайо снежной бури более 200 грузовиков застряли на дороге. Ну вот здесь нормально, кстати, текст идёт. После небольшого улучшения в светлое время суток в течение следующих нескольких дней ситуация продолжит ухудшаться. Водителям рекомендуется до конца недели избегать продолжительных поездок. Мир. По-моему, мы это уже всё видели. Всё, давайте здесь больше ничего. Ой, не туда вечный ремок. Да. Всё, выходим. Давай звонить Тайлеру, а то что мы тут... Тайлер! Мы тебе звонить собрались. Что ты будешь делать? Так. Где тут наши... Так, музыку ни в коем случае не включай. Почему вообще она изначально была включена? Зачем так делать? Подставили просто. Так, давай-ка. Так. Тайлер Майлз. Это список курсов ценных бумаг. Нашу закладку напечатали в банке. Да-да. Список курсов? Откуда ты это знаешь? Вот так вот. Слишком долго объяснять. Должен быть способ определить, в каком банке он был напечатан. Я проверю и сразу тебе перезвоню. Да. Подвисает, по-моему, звук. Вот это. Давайте мы остановимся. Почему у неё стресс? Есть возможность вернуть ей обратно? Я тут как бы это... Старалась. С таким трудом поднимала ей. Вот. Давайте ещё раз поедим хотя бы. Может, попить можно воды? У неё улучшится настроение. Нет, это не помогает. Из-за этого Томми, блин, пришёл и хуже нам сделал. Вообще кошмар. Вот тут вот было что-то попить. Давайте попьём. Может, ещё винишко хлебнуть? У них у всех молоко? Нет. Она не будет пить молоко. По-моему, это не молоко, а йогурты какие-то. А йогурты. Попить. Вон, кофе. Кофе. Давай кофе углотнём. Нет? А это чё? Что это? Чё здесь? А, мы здесь уже смотрели всё. Ничего нету. Попить нету. Поесть нету. Ничего. Нет, поесть есть, но нам уже это никак не влияет. А это что? Посуда. А нету по ящикам бонусов никаких? Потому что у Лукаса были бонусы по ящикам. Нет, нету. Всё. Ах ты ж. Ну ладно. Можно сесть. Чё можно сделать? Посмотреть, чё там. Вообще, надо переключиться на Тайлера. Давайте посмотрим телевизор. Нет, не смотри, сейчас у него ухудшится. А вдруг улучшится? Есть Айн Блюда, который лучший жареный теплёнок. Это утка-заточка. Отлично. Это вундербар. Самый сложный. Часть поймать Айн Уточка. Я вам покажу. Иди сюда. На нас надвигается мощный фронт холодного воздуха из Канады. Он принесёт с собой сильные снегопады и усиление ветра на всём побережье. Температура воздуха на несколько градусов ниже климатической нормы для этого времени года. Давайте взглянем на изображение атмосферного фронта со спутника. Давайте. Нет, не взглянем. Давайте тогда мы остановимся на этом, пока у неё ещё хуже не упало настроение. Короче, у нас сейчас с Карлос Тайлером прям явно выйдут на Лукаса. Придётся что-то предпринимать. Как-то надо Лукаса спасать. Вообще-то надо выяснить, что с ним произошло. И займёмся этим в следующей серии. Продолжение следует. Продолжение следует...